15 января на заседании Федерального собрания президент предложил внести новые изменения в Конституцию. Интересно понять, каково будет продолжение этого выступления. Астрологи знают, что возможности всякого события обозначаются моментом его начала. Вот момент, когда оно начинается, этот момент закладывает все возможности. Эти возможности, естественно, определяются многими факторами, но в первую очередь расположением планет на небе в момент начала. Само начало речи о внесении изменений в Конституцию было в 12.55. По одним показателям около 13.00, по другим. В данном случае 5 минут принципиального значения не имеет. Вот передо мной Ката, который показывает момент, когда президент начал речь о, собственно, в своей речи начал говорить об изменениях Конституции. Момент достаточно сильный, потому что в этот момент Солнце и Меркурий находились в Зените. Это очень сильное проявление Солнца, особенно очень сильное проявление Меркурия. То есть такие заявления, они слышны, они оказывают очень большое влияние на слушающую аудиторию, распространяются далеко и широко. Но ни одно это определяет последствия. Должен сказать, что я до сих пор предполагал, что у президента есть своя команда астрологов, которая дает ему соответствующие рекомендации. Не знаю, то ли эта команда сработала не самым оптимальным образом, то ли из каких-то других соображений решили не слушаться их рекомендаций. Но предложение внесено на побывающую Луну. А значит, у всех этих нововведений будут недлительные последствия. Возможно, она поднимет большую волну, возможно, действительные изменения будут внесены, но Госсовет, если он будет создан, проживет не очень долго. Второй момент, который меня тоже поразил, это то, что в момент начала Марс находился точно на диссиденте. Действующее начало всегда на востоке, а противостоящая сторона на западе. Вот этот момент Марс находился ровно в точке запада. Причем Марс в позиции достаточно сильной. Он в стрельце, он прямо и целеустремленный. Из этого можно сказать, что все эти изменения вызовут очень серьезное, упорное, длительное противодействие. В явной или неявной форме. Потому что Уран, включенный в 12-м доме, он может давать скрытое, но очень упорное сопротивление. И Марс в чем-то сильнее Солнца. Солнце президент, президент в зените. Солнце в зените. Речь президента, Меркурий в зените. Но Солнце в последних градусах Козерога. Там оно слабеет. А Меркурий вообще в критическом градусе. Это означает то, что в таком виде оно, может быть, и реализуется. Мало того, что оно будет изменено. Скорее всего, сам дух изменений не удастся сохранить. По ходу дела, когда они будут реализованы, вся картина повернет совсем в другую сторону. Для чего можно предполагать, что момент выбран не слишком удачный. И инициатива эта до какой-то степени будет реализована. А потом пойдет на спад, заглохнет, прекратит свое существование. Когда? Но это вопрос достаточно сложный. Это надо считать основательно. Но я полагаю, что год-два оно проживет. Может быть, даже три. А дальше в лет. Все.